доброе утро вы по-прежнему на алмазном крае и мы ксении исламова и елена яранова приветствуем вам вас и говорим прям вот даешь пятницу вот так вот прям хотелось сказать весна к нам еще на один день ближе и вот у кого-то бабочки уже вылупляются кто-то с приближением весны эти бабочки у кого-то эти бабочки в животе просыпаются хотя можно перепутать с тем что просто проголодался ну а кто-то уже готовит рассаду чтобы летом всякие вкусные помидорчики огурчики вкушать или наслаждаться буйством красам красок в саду и вот именно об этом что нужно делать чтобы вырастить цветочки как подготовиться к дачному сезону да и вообще что нужно для того чтобы цветы как можно дольше радовали глаз мы узнаем у нашей гости сегодня у нас флорист александра манхорова доброе доброе утро доброе утро ну прям сразу с ходу первый вопрос когда приходит к тебе мужчина с цветами в одной руке а в другой руке пакетик с черненькой черненький пакетик но не важно какого цвета да какой-то там порошочек и говорит это чтобы насыпать в вазу говорят будут цветы стоять дольше что это такое они все время носят это средства для продления жизни срезанным цветам так оно так скажем у нас же в наших комнатных условиях бывает очень жарко а цветы все-таки им нужна пониженная температура поэтому мы предлагаем и даем нашим покупателям этого средства лора лайф вас это получается добавляете допустим один пакетик на одну вазочку но цветы нужно будет обязательно перед тем как ставить воду подрезать и будут они вас радовать то есть не обязательно открывать окно или добиваться в ванне захачивать в ванне или держать ну чтобы комната в комнате была температура там плюс 4 до как в холодильнике где хранятся цветы для этого это для этого да это для поддержания их жизни стойкости чтобы цветы дольше радовали нас были приятно но я вот всегда говорю что да зачем мне этот пакетик это вообще все для ленивых главное подрезать в холодную воду поставить все правильно все верно пакетик не помешает но средства можно будет добавить если вам предложили этого средства можно добавить потому что есть цветы которые могут обойтись без этого средства это вот самые стойкие хризантема либо кустовая либо одноголовая а вот розочки они вот больше все штуки такие вот товарищи нежные они да им лучше конечно чтобы мы добавили этого средства но можно обойтись и без этого средства просто обязательно достаточное количество воды там пусть будет высокая ваза или там невысокая ваза чтобы был хороший еще качественный средств для них самое важно чтобы был под углом 45 градусов они прям это самое самое то самое на чтобы напитывать да потому что увеличивается площадь поглощение воды у розочек тем самым они поддерживают жизнь своих бутонах ну вот мы анонсировали до в самом начале интервью сказали что совсем скоро уже все будут готовиться к дачному сезону покупать семена готовить их к тому чтобы наконец-то выросли маленькие цветочки и потом уже их высаживать чтобы были красивые клумбы в нашем красивом городе а вот как правильно это все начать делать если вот и у тебя у тебя есть такое желание начать что-нибудь выращивать самое главное когда да да в первую очередь конечно это нужно подготовиться в плане того что нужно там выбрать семена какие вы хотите есть семена допустим которые очень долго сходят долго распускаются их обычно сеять даже бывает что садоводы сеет в ноябре это вот эустома она такая туго дум а петонию петонию можно уже сейчас начинать сеять для этого нужно конечно приготовить грунт в первую очередь емкости куда мы будем высаживать эти высевать семена и опять таки тоже чтобы было дополнительное освещение дополнительное освещение наше все там и семена будут хорошо всходить и не вытягиваться не будут и вся сила будет в корнях которые питают все растение в дальнейшем но я вот кстати была свидетелем того как готовят семена для того чтобы ну ты прежде чем их посадить в грунт то есть на какой-то ватный диск в водичку кладут размачивают вот это тоже нужно это тоже да это тоже один из путей к тому чтобы хорошо всходил бы к всхожести семян допустим если есть семена которые должны пролежать какое-то время в ватной во влажной среде в холодильнике это вот который вот дельфиниумы они любят такое чтобы были с ними такое произвели такой манипуляции поэтому да возможно у них еще у некоторых семян бывает такая вот оболочка твердая чтобы она маленечко размокла и семечко смогло прорасти поэтому их тоже можно поместить во влажную среду с добавлением всяких средств которые улучшают проращивание эпин циркон проросток такими средствами тоже можно то есть огородники не должны удивляться если летом у них ничего не взрастет просто вы забыли замочить семена в сладки наверное да но вот сейчас прям часто встречаешь и видишь эти вот горящим сиреневым таким фиолетовым каким-то красивым цветом окна до в домах это вот лампы которые тоже способствуют тому чтобы но не только семена прорастали правильно да чего еще они же весь сезон почти стоят да на подоконниках на окнах и лампы до сиреневые окна прям да это уже тренд какой-то это фито лампы они конечно в зимний период времени помогают световодам чтобы поддерживать свои комнатные растения так как у нас зимой них вот недостаточно солнца во-первых они укрепляют цветок укрепляют их внешний вид продолжительность цветения и для для улучшения фотосинтеза у меня еще такой вопрос вот для тех кто живет с со стороны да где темно темная сторона луны практически ровная сторона дома а вот не повезло тем кто живет на солнечной стороне но вот у них получается самого утра до вечера солнце прям яркое горячее и все зажигающее что тогда делать если люди выращивают на подоконниках свои таких случаях лучше конечно их притенять потому что когда тоже вот солнце постоянно светит растения тоже могут получить ожоги особенно вот нежные орхидейки они их конечно не только орхидей но если у вас такой вот прям палящее солнце конечно их лучше притенять белой бумагой просто прикрыть стекло ей же да какие-то тоже тренды и на цветы или на сам цвет я имею ввиду да какая там вот чайная роза да может быть когда-то там было в моде а теперь не знаю какая-то какая-то другая алая роза или вы не наблюдаете такое то есть все равно есть какая-то классика и но если допустим смотреть в плане того что чаще покупают да конечно да чаще берут бордовую розу белые розы не так вот тоже конечно берут но вот в основную массу конечно больше всего бордовая роза но есть же еще всякие вообще с труднопроизносимыми названиями цветы а вот или или например ирисы которые вообще мне кажется очень непонятны многим до людям что это такой какой какая-то маленькая палочка такая волшебная особенно когда они раскрыт дает они раскрыты да да они как свечечка наверно как фитилёчек такие когда они раскрываются тоже у них своя красота свой цвет когда они такие вот полосатенькие бывают у них либо как крапинки тоже красивый цветом насколько вообще сложно доставить в мирные цветы тем более зимой их каким-то образом прям специальным доставляют но мы получаем все как вы самолетом они у нас транспортируются в коробках утеплители конечно проходит и немного километров пролетают много километров прежде чем до к нам они прибудут ну то есть получается что они в как это в шубках специальных да да это обязательно это обязательно не конечно мы же ведь получаем цветы с в основном с одного места так скажем их в одном месте у нас все собирает там хризантема роза собирает по коробкам коробка хризантемы коробка с розами ну и с другими цветами и зеленью это конечно все упаковывается так скажем розочки они идут в своих индивидуальных пачках и хризантема точно также запакованы все все коробка все аккуратненько сложены заскачкованы утеплители ни одна роза не убежит ни одна роза не замерзнет да все дойдет до вас большой любовью ну спасибо большое вам мне кажется в преддверии весны и удивительного праздника который мы там все все ждем готовимся вам только сам самых хороших дней чтобы все прошло удачно потому что я знаю что для флористов это самые такие жаркие дни до 8 марта трудовые будни да когда за несколько дней да вы уже вы начинаете готовиться и собирать букеты принимать заказы поэтому отличной вам работы без порезов спасибо удивительных цветов но у нас прям действительно весна пришла в студии дарите женщинам цветы это так красиво а наше доброе утро подходит концу проведите выходные с пользой и встретимся на следующей неделе пока пока